Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать всех вас на моем канале! Сегодня у нас как будто праздник, и на самом деле у нас действительно праздник. Почему? Я расскажу чуть позже. В общем, сделала такой вот образ, перческу такую, такая, знаете, вся из себя, мне нравится. Раньше, вы знаете, когда я садилась снимать мукбанки, я просто как бомжиха вот в чем была, в том и села, макияж не делала. Посмотрите мои старые мукбанки, вы просто будьте в шоке. И мама каждый раз делала мне замечания. Айка, нормально, оденься, все-таки ты в кадре, и все дела, тебя смотрят 20 тысяч человек. Тогда 15-20 смотрели мукбанки, сейчас, слава богу, хорошо смотрят. Ну, в общем, не суть. А сейчас я понимаю, что она была чертовски права. Сегодня у нас с вами первое, второе, туда-сюда, десерт, все дела. Пицца у нас и чечевичный суп. Здесь у нас сачок, немножко мяты и грибочки. Кстати, ссылка на грибочки, консервирование грибочков. Так дешевле обходится, вкусно. Ссылка на пиццу. Ссылку на суп. Все будет внизу. Так что переходите, если я не забуду. Если я забуду, пишите в комментариях. Ой, тоже память куриная просто. В общем, уже которые, которые видео подряд я вам говорю про мамочку. Изначально, зачем мы пошли к врачу? Мама себя прекрасно чувствовала, не было никаких проблем. Мы пошли к стоматологу. И стоматолог посмотрел на мамину десну и сказал, что, скорее всего, у вас сахарный диабет. Он сделал такой вывод чисто из-за состояния десен. Потом мы подумали, чем черт не шутит. Надо пойти провериться. Немного вот так уберу микрофон. Ой, как вкусно. Пицца с мясом. Сочная. В общем, решили пойти провериться. Ну, раз уже идем, решили проверить прям все. Пошли к эндокринологу. Начиная от сахарного диабета, заканчивая там почками и все-все-все. Проверили. Оказалось, что у мамы нету сахарного диабета. И слава богу. Но. У мамы зато есть зоб. Кто не знает, это щитовидная железа. В общем, прописали ей лечение. Дофига всего. Просто на минуточку, ребят. Я не жалуюсь. Просто, чтобы вы тоже знали. Одни только уколы. Стоит 3,5 тысячи. Все остальные лекарства там по 2 тысячи и все такое. И мешок такой. Лекарств. Поэтому теперь я понимаю людей, которые не идут к врачам. На самом деле, очень дорого все это обходится. Один только прием к врачу. Каких огромных денег стоит. Представим, что человек живет только на свою пенсию. И как это все организовать, непонятно. В общем, я раньше, когда садилась снимать мукбанги, я просто, не знаю, в домашней одежде, кое-как расчесала волосы, не делала мейк. И мама каждый раз мне делала замечание. Мама говорит, что на тебя смотрит аудитория. Ты должна выглядеть приятно, выглядеть красиво, чтобы на тебя было приятно смотреть. То, что быстро-быстро села. Сейчас я полчаса-час минимум готовлюсь к мукбангу. Стараюсь как-то приятно, свеже выглядеть. Еще меня не перестает просто радовать моя кожа, ребят. Я уже, наверное, вас всех задрала с этой темой. Но тут дело даже не в прыщах. У меня элементарно веки были немножко, как сказать, не то, что прям однотонного цвета, а немножко потемнее, чем вся кожа. Не то, чтобы синяки огромные под глазами. Но я замечала, что само веко оно чуть-чуть темнее, чем вся остальная кожа. После приема таблеток такое ощущение, что я вокруг глаз нанесла просто консилер. Цвет кожи стал однотонным. Это просто нереально круто. Поры сузились. Общее состояние кожи стало просто бомбическим. Совсем забыла про лимон. Совсем чуток и немного мяты. То есть я никого не призываю пить этот препарат. Он очень как бы сильный. Все дела, я все это понимаю, что могут быть последствия, все дела. Просто я не перестаю радоваться тому, что происходит с моей кожей. И тут дело не только в прыщах, то есть высыпания, кое-где они все-таки появляются. Один-два, но потом проходят через день где-то. Суть заключается в том, что общее состояние кожи я не считаю прыщи именно. А просто состояние кожи стало намного лучше. я немного подвину это вперед, чтобы прилипло. Минуточку. Извиняюсь. Ой, ой. Мне прям это неудобно. В общем, я к тому, что общее состояние кожи стало вообще другим. кое-где была пигментация. У меня иногда, редко и изредка, выходили веснушки. Я их вообще ненавидела, свои веснушки. Я в детстве родилась рыжая. И в моих волосах куча рыжего пигмента. Элементарно, когда на солнце волосы выгорают, у меня кончики становятся красными. Такое ощущение, что я сделала омбре. Поэтому я стараюсь красить время от времени в тот же цвет, который у меня у корней. Чтобы перебить во мне этого цыпленка. Так вот, веснушек нету. В общем и целом, я просто радуюсь, нарадоваться не могу. До такой степени. Чечевичный суп очень полезный. И в сочетании еще с грибочками с такой офигенной пиццей получается очень вкусно. Я попросила в инстаграме не то, чтобы задавать вопросы в истории, а просто написать на какую тему вы бы хотели, чтобы я порассуждала. И вот сейчас просто листаю и тут все вопросы касательно моего парня. Ну, процентов где-то 80. Расскажи про парня. Поговори на тему парня. Я бы с удовольствием. Ну, когда я говорю про парня, так получается, что вы его хейтите. Для меня, казалось бы, обычные вещи я рассказываю. А в комментариях начинается вот он там тиран, такой сякой. На самом деле нет. Когда он читает эти комментарии, он начинает мне предъявлять, что вот твои подписчики меня обсирают в комментариях, мне неприятно читать подобные вещи. Я его тоже понимаю. Он человек, который не привык слышать свой адрес, только критики. Да даже я, человек, который блогер, иногда реально очень обижает и неприятно, когда пишет какие-то вещи. Например, мне было очень обидно, читать комментарии под видео жале. Все писали, вот, Айка специально все ест, чтобы жале не досталось. На самом деле это не так. Абсолютно не так. Я ей завернула все, что осталось, и в прошлый раз, и в позу-прошлый, каждый раз. Просто суть мукбанга заключается в том, что нужно есть. Вы представьте, она болтает, и я болтаю, а еда осталась. Как-то не то же. обалдеть, как вкусно. я представляю, каково ему. Но я, вы знаете, я осознанно не хочу выставить его в плохом свете. Просто то, что я рассказываю вам, это на самом деле правда, но почему-то это вызывает кучу критики со стороны моих подписчиков. Возможно, мы с вами живем в разных странах. У нас разный менталитет, разные взгляды на жизнь, и это нормально. То, что для нас здесь нормально, для вас, возможно, это дико. я вам скажу так. В Азербайджане есть мужчины, которые вообще не разрешают своим женам, например, открывать профиль в инстаграм, чтобы был открытый профиль, и люди подписывались. А есть те, которые вообще запрещают пользоваться интернетом. Правда, я с такими не знакома, но где-то в деревнях вообще говорят, что женщина и телефон это вещи несовместимые. не надо сидеть дома стирать трусики и носочки. Так что мне достался более-менее современный экземпляр. Меня заставили это сказать. Девочки, когда я буду говорить недобровольно, что-то я буду вот так вот постучать, чтобы вы поняли, что мне сказали это сказать. Шутка, шутка. Вообще, вот если бы по чесноку я бы вам столько всего бы рассказала. Столько бы всего рассказала. я люблю, когда блогер, знаете, с открытой душой вот все рассказывает. Мне нету такого понятия. Это личное, это публичное. Мне хочется все рассказать. но, к сожалению, с одной стороны парень, а с другой стороны мама. Брат у меня вообще там, не знаю, говорит, все расскажи. то есть, не все расскажешь. грибочки какие. Раньше у меня мама вообще была против того, чтобы я снимала, например, уборка в комнате. казалось бы, что здесь такое. Мама сразу такая, ты показываешь, какой у тебя бардак в комнате. Кто тебя замуж возьмет такую грязнуля. Я говорю, мама, успокойся. Найдем кого-нибудь. обязательно найдем. Сейчас уже более-менее стабилизировалось все. Но все равно есть моменты. которые не устраивают либо маму, либо... У меня было одно видео, где я рассказывала про брата. И у меня мама попросила это видео удалить. Мне пришлось его удалить. Хотя я говорила то, что есть на самом деле. Вот. Я рассказываю, например, историю. Мама говорит, ну раньше это было. Зачем ты выставляешь себя дурой? Я говорю, мам, ну это правда, такое было. Ну и что, что ты дура? Пусть никто не знает об этом. Зачем, что все знали, что ты дура? Мама вообще пытается всегда в последнее время выставить меня с хорошей стороны. Мама всегда говорит, все пишут, что ты обжора. И мы когда пошли в больницу забирать анализы, мы там встретили мою подписчицу. Оказывается, на рецепшене там работала моя подписчица. В общем, она сразу при подписчице начинает, а она обычно не ест столько. Вообще ничего не ест, только на мукбанках ест. Эта подписчица в душе такая подумала, так она три мукбанка в день снимает. Ничего так. То есть, мама постоянно пытается меня оправдать, что я такая белая, пушистая, такая хорошая. не ест, не расходная, абсолютно экономная девочка. Чувствует мое сердце, что она хочет меня толкнуть, выдать замуж поскорее. Мне так раздражает, когда мне в комментариях пишут, тебе уже не 17, уже пора замуж. А кто-то сказал, что есть какие-то нормы, когда нужно выходить замуж. Где это написано? Или это вы придумали сами? Я считаю, что нет ничего плохого, если даже ты в 35 выйдешь замуж и родишь ребенка. Европа пришла уже к этому, они так рано не женятся. И у меня бабушка такая говорит, зато ты можешь увидеть прапраправнуков. Я такая офигенная перспектива просто. Зато я могу увидеть прапраправнуков. Знаете, даже долго не хочу жить. Хотя хочу, фиг знает. Просто, знаете, например, моя бабушка со стороны мамы, она последние годы своей жизни очень трудно жила, постоянно у нее все болело, она прям мечтала умереть. То есть жить, мучаясь, это тоже плохо. Поэтому как-то так. На этом все уже видео получилось 20 минут. 21 минута придется вырезать моменты, где я долго жую. Надеюсь, что и здесь получится. Всех люблю. С вами была Эмили. Всем желаю удачного дня. Обязательно подписывайтесь. Мне будет безумно приятно. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею